На предыдущей спартакиаде учащихся России наши синхронистки показали неплохой результат, заняв седьмое общекомандное место. В 24-м, по мнению тренера спортшколы номер 10 Ирины Котляр, всем участницам будет сложно, так как вступили в силу новые правила. Появилась система оценки сложности программ, а синхронность выполнения элементов теперь фиксируется не судьями, а техническим контроллером. Ушел артистизм и стала работать на технику. Сейчас очень важна техника. Естественно, и для девочек, и для тренеров это сложно, потому что все меняется абсолютно, но мы стараемся подстраиваться под эти новые правила и в них как-то начинать, уже в них показывать какие-то результаты. Спортсменкам новые правила добавили трудностей, но они не унывают и стараются работать над новыми упражнениями в соответствии с новым уставом. Мы начали с новой абсолютно постановкой, сделали ее под новые правила. Выучилось довольно легко, но сейчас же у нас новые правила и мы стараемся откачивать все новые элементы. В этом году к спартакиаде команда Ростовской области готовится с сильнейшим составом, где есть и участницы прошлогодней спартакиады и новички. Я думаю, что у нас большие шансы. На самом деле традиции серьезные. У синхронного плавания здесь, в этом бассейне, выросла наша самоизвестная синхронистка Ростовской области. Это Влада Чикирева, двукратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира, Европы. Поэтому я думаю, что у девочек все впереди, у них все получится. Состав команд на финальном этапе будет сформирован Федерацией синхронного плавания России по итогам всероссийских и межрегиональных соревнований возрастной группе девушек 13-15 лет за 23 и 24 годы. Национальное первенство пройдет в подмосковном Чехово в конце февраля. Лучшие 12 команд попадут в финальный этап, который состоится в июле в Пензе. Лучший результат донской команды по синхронному плаванию на спартакиаде учащихся России был в 2009 году. Тогда наши девушки заняли четвертое общекомандное место. Цель – дотянуться до призовых мест. Роман Саганов, Первый, Ростовский. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова